здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в пятнадцатом уроке видеокурса настройка сложного шаблона лендинг пейдж от а до я пришло время чтобы поговорить о якорях что это такое и с чем это едят если вы не знаете то лендинг сайтом свойственно иметь якоря а не страница как правило лендинг пейдж это одностраничный сайт но эти одностраничные сайты лендинг пейдж бывает очень длинные и чтобы человеку было удобно переместиться до нужного места сайта придумали так называемый якоря то есть у нас будет вот такой например меню тут можно будет размещать как и страницы так и якоря вот например на моем демо сайте якорь у нас смотрите я кликаю на эту кнопку и страница прокручивается туда куда мне нужно сейчас мы с вами этим займемся я вам покажу как это делать соответственно этих якорей может быть сколько угодно то есть до любого блока который вам необходим можно сделать прокрутку сайта видео курсе лендинг пейдж адаптивный дизайн мы использовали специальный сторонний плагин но данный шаблон нам предоставляет это замечательную возможность и мы без всяких левых плагинов сделаем такую прокрутку за счет этого замечательного шаблона и это очень просто какой код нужно использовать все описано в документации данного шаблона я для удобства вам предложил документ то есть дополнительных материалов зайдете найдете текстовый файл якорь сейчас мы об этом поговорим итак давайте переходим в админку сайта рабочего сайта и идем меню майн меню и сделаем например тарифы чтобы нас прокручивалась вот до тарифных планов создаем меню называем наше меню тарифы кликаем по кнопки выбрать и нам нужна внешняя ссылка системные ссылки внешний уровень смотрите что мы делаем из адресной строки браузер вы просто копируете свой домен и вставляете в поле ссылка дальше вы ставите слэш и обязательно на английской раскладки клавиатуры зажатым шифтом вы ставите вот такую решетку эта решетка находится на клавише номер три далее абсолютно неважно как вы назовете ваш якорь я например назову его scroll то есть вы подставляете какое-то коротенькое слово английскими буквами после решетки и запомните его или скопируйте она нам понадобится и один из важных факторов которые нам нужно здесь еще в меню сделать чтобы у нас была плавная прокрутка до нужного места значит нам нужно прописать класс для ссылки значит мы идем в дополнительный материал находим там текстовый документ вот якорь открываем и вы отсюда копируйте пока вот этот вот класс до то верхняя строчка смотрите переходим параметры ссылки и вот второе поле css класс ссылки мы его просто вставляем все то есть в меню у нас больше никаких тут манипуляций не требуется сохранить и закрыть дальше мы переходим в менеджер модулей так как мы решили про сделать прокрутку до тарифных планов мы на должны найти данный модуль так вот наш тарифные планы и так значит открыли модуль прокручиваем чуть ниже и давайте вот в этом редакторе мы вставим открываем наш документ якорь смотрите нам нужен маленькая строчка div посмотрите копируем ее как есть здесь переходим ваш тему режим вставляем помните я вам говорил нам нужно запомнить слово которое вы вставляли в ссылку после решетки так вот данное слово которое вы там выбрали это будет индификатором то есть нам нужно прописать его вот между этих кавычек в данном случае у меня скролл слова все то есть мы сделали так чтобы у нас страница прокручивалась вот до этой строчки diva жмем ok и сохранить обновляем страницу итак смотрите я пробую сейчас нажать на кнопку тарифы и если я все правильно сделал у нас замечательно страница прокрутиться до блока тарифы я кликаю и у нас обалденно все получилось прокрутилась до нашего места теперь вы умеете и понимаете как легко и просто с данным шаблоном делать а вот такие вот якоря и это в принципе нормально потому что шаблон действительно заточен под лендинг пейдж сайты это неудивительно на этом урок закончен и увидимся в следующем